Для того, чтобы все жители имели возможность принять участие в выборах и проголосовать, на всех избирательных участках района сформированы выездные избирательные комиссии, которые в течение всех трех дней выезжают под рессам славянцев, не имеющим возможности по уважительной причине прийти на свой избирательный участок. Здравствуйте! 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 Жительница Славянска на Кубани Фаине Губановой 92 года. Она всегда была человеком с активной жизненной позицией, ходила на все выборы. Сейчас не позволяет здоровье. Но тем не менее, голосовать – это долг каждого человека, считает Фаина Николаевна. Поэтому оставила заявку на голосование вне помещения. И была очень рада, что удалось сделать свой выбор и принять участие в судьбе страны. Я всегда каждый, ни одни выбора не пропустила. Почему это важно? Ну, не знаю, почему. Я думаю, что сейчас такое положение. Вот, нужно крепкого руководителя, который действительно все сделает. И должны мы помочь ему тоже, чтобы он все это крепко, крепко все сделал. Голосование вне помещения организовано для граждан пожилого возраста, с инвалидностью, для тех, кто ухаживает за больным человеком или сам болен и не может посетить избирательный участок. Также возможность подать заявку на голосование вне помещения есть у граждан, которые работают и не могут оставить свое рабочее место. Участковые избирательные комиссии идут навстречу таким избирателям. Это хорошо, потому что не каждый может с работы выбраться. Поэтому, ну, я считаю, что каждый гражданин России должен, конечно, сделать свой выбор. Вот поэтому я сегодня проголосовала. В составе выездной комиссии члены участковой избирательной комиссии, а также общественные наблюдатели, которые следят за честностью и открытостью проходящего голосования. Подать заявление на голосование вне помещения можно до 14 часов 17 марта. Для этого необходимо просто позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Телефоны и адреса участковых комиссий опубликованы на сайте территориальной избирательной комиссии «Славинская».